всем привет друзья с вами иваницкая елена и канал арт заметки сегодня мы с вами поговорим на такую очень важную тему в живописи и в рисунке как рефлекс вообще даже прежде чем приступить к занятиям по академическому рисунку очень важно для себя прояснить этот момент поскольку рефлексы и в живописи рисунки играют очень важную роль они помогают показать объем наших предметов также вписать наш предмет в окружающую среду чтобы он не выбивался из нашей композиции и чтобы наша композиция выглядела гармонично и так на примере и так прежде чем вообще рисовать на примере шара и других гипсовых фигур мы с вами поговорим о том что такое рефлекс поскольку рефлекс эта часть тени поэтому будет логичнее всего напомнить себе основные части света тени на примере гипсовых фигур часть света мы имеем в шаре свет здесь бывает иногда у меня нету блика но вот световая часть дальше полутень либо полутон следующая часть это собственная тень и падающая тень так вот на собственной тени мы здесь видим за свет вот этот вот весь это и есть рефлекс вообще с латинского слова рефлекс означает отражение то есть мы имеем свет который падает слева направо в нашем случае слева направо падает вот он также попадает на скажем на вот эту часть наша нашего стола отражаясь на шар отражается на шар и вот с этой стороны немного меньше вот и у нас получается вот такой вот большой засвет то есть мы имеем вот такой вот рефлекс если у нас поверхность не будет отражать а например будет поглощать свет если у нас не будет отражаться наш свет то уже мы будем слабее видеть рефлекс но все равно у нас среда светлая плюс ко всему меня несколько источников света для того чтобы это видео снять но убирая вот мы сразу видим как у нас зажигается на шарик мы уже видим объем и можем видеть рефлекс кстати рефлекс темнее чем полу тень поскольку эта часть тень выглядит она очень контрастно на фоне падающей тени камера еще плюс ко всему искажает изображение и но мы видим как бы так очень очень сильный такой засвет но в реале если вы будете рисовать шар не с фотографией а рисовать с натуры вы будете увидеть вы сможете конечно видеть гораздо больше оттенка и у вас будет получаться еще более правдоподобный шар следующая гипсовая фигура это куб вот мы видим ту же часть свет сверху у нас грань это полутень собственная тень падающая тень и вот вот здесь вот был наш рефлекс вот мы видим отражение четко мы понимаем что отражение от стола на вот эту часть грани это и есть наш рефлекс но если говорить о уже а сосудах о посуде если если мы имеем как какую-то посуду какую кувшин либо чашку либо вазу либо еще что-либо мы тоже как и в шаре видим свет полутень собственную тень и падающую тень причем рефлекс вот он у нас мы его также можем увидеть то же самое если мы уже такие устали опытными рисовальщиками и рисуем человека мы также видим какие-то световые места где-то мы видим полутень хорошо собственную тень падающую тень и вот на вот этих вот теневых местах мы видим рефлекс вот он вот даже немножко вот вы его можете прекрасно видеть вот это вот отражение светлых частей также свет может отражаться не только от поверхности он может отражаться и от других объектов есть какой-то вот светлый объект я подношу даже шар и вы видите как как меняется вот эта часть то есть поверхность шара как как меняется части не то есть поверхность шара отражается и а свет освещает можно сказать вот эту часть наша наш нашей натуры в работе очень важно всегда подмечать эти моменты для того чтобы наша работа выглядела очень гармонично и почему люди рисуют гипсовые фигуры на белом фоне как бы создается такая идеальная среда идеальные условия для того чтобы лучше видеть все части света тени для того чтобы их подмечать особенно если это сделано с натуры художник очень хорошо видно градация светлого к темному он может это все у себя в работе показывать и хорошо передавать объем мы сами прекрасно понимаем что мы живем не в черно-белом мире мы живем в цветном мире все вещи которые нас все объекты практически все объекты которые нас окружают они все имеют свой цвет среда имеет свой цвет и вот мы плавно перешли уже к цветовому рефлексу мы разместим драпировку какую-то цветную и поставим наш шар мы прекрасно видим как наш рефлекс он уже засветился особенно нижняя часть то есть вот сюда падает свет и у нас наш рефлекс уже окрасился в другой ну цвет уже не серый он уже такой вот розовый но опять же смотрите рефлекс это часть тени поэтому на светловой части тут где свет у нас мы не видим никакого отражения красного мы только видим в теневой части нашего шара если мы рисуем портрет и у нас есть человек он не белый но но все равно вот это вот свойство света и цвета отражаться на рядом стоящих предметах и как раз должно подмечаться в данном случае цветовой рефлекс должен подмечаться в живописи ну в рисунке также мы обязательно должны показывать рефлекс если у нас больше чем допустим нашей среде больше чем одна драпировка мы тоже видим изменение в наших цветовых рефлексах это если очень кратко говорить раскрывать тему рефлексов я надеюсь вам было полезно мое видео на тему рефлексов я уже готовлю уроки готовлю задание занятия на тему академического как делать академический рисунок поэтому подписывайтесь на мой канал для того чтобы не пропустить следующие занятия пишите свои комментарии возможно у вас остались какие-то вопросы задавайте их мне в комментариях смотрите другие мои видео и не забудьте подписаться чтобы не пропустить следующие мои видео и всем пока пока